В рамках празднования Дня российского парламентаризма на всей территории Кубани вот уже во второй раз прошла образовательная акция «Избирательный диктант». В написании диктанта принимали участие студенты высших учебных заведений, средних профессиональных образовательных организаций и учащихся старших классов. Есть среди них и представители Славянского района. В организации проведения образовательной акции приняли участие члены избирательных комиссий всех уровней, педагоги и профессорско-преподавательский состав вузов. Диктант проводится для повышения правовой культуры и уровня знаний молодых избирателей, привлечения их внимания к предстоящим выборам депутатов Законодательного собрания Кубани. Мы побывали в шестой школе, где в написании избирательного диктанта приняли участие учащиеся десятых и одиннадцатых классов. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы познакомить вас с избирательным правом, чтобы вы хотя бы имели представление, что это такое. Ну а достигнув 18 лет, как у нас уже 18 лет и мы исполнились, значит, чтобы вы пришли на избирательные участки и отдали голос достойных кандидатов. А в этом году мы в сентябре проводим выборы депутатов Законодательного собрания Коснодарского края. У нас будет славянский одномандатный избирательный округ номер 29. Мы будем избирать своего кандидата нынешний у нас депутат ЗСК, наверное, все знаете, Чернявский Виктор Васильевич, кто будет на этих выборах, мы пока еще не знаем. И одновременно будем избирать депутатов не только по одномандатному округу, но и по противным спискам. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская перед началом диктанта выступил перед школьниками, рассказал им немало полезного. Ребята серьезно отнеслись к этому мероприятию. Мне сейчас 17 лет и очень скоро я стану избирателем. Уже это будут первые мои выборы в этом году. И я очень рад, что могу принять участие в этой акции «Избирательный диктант», где я могу проверить свои знания, что это ответственный шаг во взрослую жизнь. И я очень рад, что такие акции проводятся. Студенты филиала Госуниверситета писали диктант в своем студенческом клубе. Они думали не только о том, как ответить на вопросы, но и о том, что в ближайшем будущем сами станут избирателями и почему это им необходимо. Участвовать в выборах – это ведь не просто обязанность, а вполне уважаемо и почетно. Очень важно голосовать и, в принципе, быть просвещенным в данной теме, в теме избирательного права. Важно голосовать, важно принимать участие в выборах, ведь от выборов может зависеть, в принципе, жизнь как простых граждан, так и всего государства в целом. Я буду голосовать в сентябре в первый раз. Я считаю, что мой голос, как и голос каждого гражданина, очень важен. Я, как председатель, должна подавать должный пример и доказывать ребятам, что мы делаем это не для галочки, мы делаем это для себя. То есть в будущем наши мысли могут быть услышаны, если мы сейчас выскажем свое мнение. На самом деле, да, выбор – это важно, и важно уже на таком раннем этапе, вот ребятам 17-18 лет, воспитывать их так, чтобы они сами этого хотели, сами понимали, что их голос будет услышан. Избирательный диктант – не такое уж простое, но интересное испытание. Нужно ответить на 40 вопросов и выполнить творческое задание. Всего за час студенты должны были вспомнить все, что, возможно, уже забыто. Избирательный диктант поможет его участникам еще больше узнать об этой теме, а также ощутить на деле, что от тебя многое зависит. Лучшие участники акции будут отмечены краеизбиркомом. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Лучшие участники леопеды «События»